здравствуйте дорогие друзья знаете вот наша недельная глава много говорит о жертвоприношениях и человек современный подумает ну что я тут причем какой-то храм какие-то там бесконечные жертвы какие-то резать кого-то на самом деле ну тоже умнее нас наверное если они это объясняют нам сверху что дорогой открой глаза почитай это тебя касается давайте попробуем разобраться чек наделен на земле особой миссии мы уже говорили об этом если находишься на земле у тебя есть миссия кто закончил миссию его нет да и весь мир создан чтобы способствовать для нас выполнению этой миссии поэтому нам разрешили что резать вот эти животные ради искупления почему потому что после потопа было разрешено человеку есть мясо по той же причине цель жертвоприношения ну самое простое да привести человека к раскаянию пусть ощущает что когда режут вот эту вот корову да надо было еще положить руки на нее сдирает с нее шкуру там кропят жертвенник ее кровью так должны были поступить со мной за то что я сделал предыдущий период там неделю-две когда я приношу если человек приносит жертву а сердце его в там не участвовал да тогда получается что он не раскаивался в грехах а значит он просто отнял у животного жизнь по напрасну и написано вместо того чтобы он жертвоприношение его было принято он еще и будет отвечать за невинно убиенное животное также сегодня нет жертвоприношения написано есть молитва в основном но молитва тоже если ты просто стал ба 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 то же самое что получается не принимается подумать надо об этом знаете многие люди думают я много делаю я там то-то что-то сделал знаете сейчас тоже жертвоприношения и как продолжали люди приносить таки приносят причем такие как может быть и раньше не принесли рассказываем короткую историю и рассказал такой человек был хисхьягу иосиф башковский великий человек рассказал историю о том как мать пожертвовала своего сына для изучения торы он рассказывал об этом на съезде своей организации в одной ишиве израильская был выдающийся ученик с большим принижением он просто день и ночь учил тору да и но сейчас просто какая-то тайна действительно прямо и однажды парень пришел поговорить главой ишивы и тогда все стало ясно он говорит я родился в америке мои родители не соблюдали тору и однажды моя мать встретила там попал на лекцию раввина после этого началось ее постепенное возвращение к торе отец был категорически против какой-то момент он сказал я так жить не буду или я или твой иудаизм мама плакала пыталась его убедить ничего он сказал ты вот выбирай мать выбрала и остался с ней без отца и и учился в религиозной школе и в конце восьмого класса мой рав позвонил маме и сказал что у меня огромный потенциал я смогу хорошо продвинуться если поеду в одну из лучших ишив в израиль мать переживала я для нее был все у нее ничего в жизни больше не было она была бы одна если я уехал это была настоящая жертва и вот она позвала меня и сказала надо ехать в израиль и учиться и расставание было это очень трудным и мама сказала мне отправляют тебя учиться сама остаюсь одна только чтобы ты мог расти в торе чтобы ты мог расти вот трепете перед богом и пожалуйста сыночек погрузись в учебу чтобы моя жертва не было напрасно и говорит она так плакала есть слезы легли на мое сердце и я пообещал что приложу все усилия я начал заниматься еще усерднее потом через год позвонила год назад моя мама и сообщила что не обнаружили очень нехорошую болезнь страшную и не на кого даже операция сказал что немедленно возвращаюсь домой она сказала категорически нет я сделаю все ради торы сказала нам награду за твою учебу может быть небеса смилуются надо но я вылечусь я молился он говорит чтобы мама выздоровела много учиться еще усерднее но месяц назад она позвонила и сказала врачи считают что не осталось там буквально несколько дней шансов нет я заплакал сказал что я приеду к ней хотя бы поддержать ее в последние дни она сказала ни в коем случае если ты хочешь меня помочь мне ничего не делай не вздумай приезжать учить чтобы стать мудрецом торы обещай что я когда отойду в мир иной ты не перестанешь трудиться в торе и так я буду знать что оставила в этом мире свечку горящую храме вдумайтесь то что я вам рассказал это женщина не переворачивала горы ничего не делал и больше он говорит учителю телефон больше не отвечал и я пришел спросить у главы ешевы достаточно ли я делаю чтобы исполнить последнее желание матери и вот так вот такая была причина его сад бит самоотверженной учебы и это была огромная награда его матери которая действительно пожертвовал сенаторы поэтому надо смотреться в это все не все так просто и не все эти герои которые кажутся героями вот это мы сейчас говорили о настоящем жертвоприношении я думаю что на на небе оценится очень высоко брахава от слаха